всем привет еду я в париж сейчас еду в таком поезде комфортно на втором этаже здесь такой диванчик посредине в коридорчике по диванчик ожидания в туалет что ли я не знаю комфортный поезд бесплатный вайфай резетки на каждом сиденье хочу что я хочу рассказать еду я в париж кто знает кто не знает во франции я приехала с детьми сюда и подала документы здесь как беженец и вот меня вызвали в париж на рассмотрение на типа допрос интервью собеседование по моему делу будут рассматривать спрашивать меня подробности почему я уехала из украины какая не там угрожает опасность вот будет меня там спрашивать психолог офицер с переводчиком вот сказать что я волнуюсь это ничего не сказать я очень волнуюсь одна моя часть очень волнуется а вторая моя часть преисполнена любви большой и доверия к миру вот я очень сильно переживаю потому что все факты реальности говорят о том что у меня шансов очень мало вот но как говорит наш уважаемый ли факты по боку я все могу это интервью в париже это собеседование имеет огромное значение для моей дальнейшей жизни этот офицер психолог который будет меня слушать и большей степени от него будет зависеть то есть если он не верит тогда мне дадут статус беженца вот сказали люди которые уже бывали на этих собеседования что документы какие-то подтверждающие там особо не играют роли там играют роли как бы человеческий фактор этот офицер слушает смотрит на человека и он или верит что действительно человеку угрожает опасность его стране что у него действительно такая ситуация что ему надо действительно или смотрит что человек просто вот хочет из-за экономических причин каких-то вот убежал от бедности или еще что-то вот ну мой мой мотив там такой тоже специфический шансов у меня по реальности очень мало тем более у меня нет практически вообще подтверждений никаких ну я подготовилась к этому таким образом я очень много медитировала делала дыхательные практики я подняла свои вибрации насколько возможно у меня вот такая любовь душа и ко всему миру я направляю любовь к тем людям с которым я там буду взаимодействовать я наполняю эту ситуацию любовью я посылаю заранее любовь вот этому офицеру этому переводчику государства франции я их люблю и по факту действительно во франции так о нас все заботятся нам тут все так помогают ну прям вот как действительно как бог на руках несет социальные работники настолько добры к нам настолько все вообще супер сами французы вообще классные люди и в общем если мне дадут статус беженца то тогда нам дадут хорошую материальную помощь ежемесячно деньги жилье с тремя комнатами потому что дети разнополые дадут медицинская бесплатная помощь стоматолог очень много государства тогда будет помогать вот и где-то год назад я не знаю когда я сформировала такой запрос ко вселенной что я молилась говорю боже я хочу переехать в такую страну где мне и детям будет хорошо хочу жить в приятной комфортной стране второе что я хочу быть независимой я не хочу замуж я не хочу жить за счет какого-то мужчины я хочу иметь свой личный доход и еще я хочу не работать но иметь стабильный доход около тысяча я говорила пусть это будет евро доллары или кривны но это должна быть вот эквивалент около тысячи долларов тысяча евро этот запрос у меня где-то сформировал где-то год назад может больше полтора года назад я понимала вот как я хочу жить и и вот именно здесь во франции это все реально и тогда когда это все это намерение такое у меня было я не знала и не представляла как такое вообще может быть я даже думала как-то как это я буду не работать и деньги получать как это вот мне будет комфортно независимо я буду и не работать и все и я себе даже не могла логическим путем этого все представить но во франции это оказалось реальным и если мне дадут статус беженца это все будет реальным и я даже мечтаю не о каком-то там квартире а я хочу дом даже пусть вот в этой деревне где мы сейчас живем там детям школа очень нравится они там привыкли там друзья вот я бы хотела чтобы конечно это наглость уже такая с моей стороны но я хочу чтобы нам там дали дом такой отдельный дом пусть он будет маленький но это должно быть чуть-чуть земли вот не люблю квартиры жить в квартирах вот моя это моя свободолюбивая душа любит жить как-то на просторе каком-то вот вот сейчас я сижу размышляю о своей жизни вот так вот оглядываюсь назад и я настолько благодарна Богу и жизни и судьбе что вот все сложилось у меня вот именно так как оно сложилось потому что вот ну опять вот мне надо какие-то препятствия преодолевать какие-то трудности все я волнуюсь у меня нет никакой стабильности но с другой стороны вот я размышляю что если бы я родилась там в такой семье и росла в таких комфортных условиях где вот у меня все гладко все хорошо спокойно ну навряд ли бы я тогда поняла вот настоящую силу намерения и я бы наверное не поняла насколько вот есть внутри у человека сила сила мощность этого намерения внутренняя вот это такая мощная сила когда вот эти все препятствия жизненные трудности такие условия ставят что или ты вот преодолеваешь себя что-то и принимаешь какие-то решения надо что-то менять то есть ты не можешь жить по-прежнему ты просто должен что-то сделать что-то изменить что-то менять и постоянно меня жизнь ставила в такие условия и я все вот эти проходила уровень за уровнем вот очередной уровень у меня но когда я осознала что я творец своей жизни что реальностью можно управлять это уже в кайф такой это уже нет таких сильно страданий да страдания тоже случаются все случается но потом ты быстро понимаешь что на самом деле происходит и действительно в нас такая сила сокрыта такая мощь и живя просто обычной жизнью такой вот комфортной себе ну или бывает люди живут так себе ну что-то терпят но ничего не меняют потому что оно терпимо а вот когда уже терпеть не можешь и ты вынужден что-то менять и ты понимаешь действительно такая сила есть внутри когда вот реально реальность подстраивается под твое вот такое вот намерение ну в общем пожелайте мне удачи посмотрим как у меня все получится конечно решение мне не озвучат сразу но его нужно будет ждать а еще в чем прикол обычно вот люди которые подают запрос на беженство они ждут долго не менее полугода они ждут вот этого вызова в Париж а мне сколько мы прошло три месяца нет три месяца только прошло мы в октябре октябрь ноябрь декабрь мы в октябре вот я детей привезла в конце сентября в октябре вот это все документы сделали три месяца и меня уже вызвали я конечно тоже вот медитировала я хотела ускорить я хотела быстрее чтобы чтобы это все произошло и оно когда вот произошло действительно быстрее я испугалась и где-то мысли блуждают что это наверное не в мою пользу хотя я себя опять переубеждаю что я же этого хотела я же хотела быстрее вот тебе на быстрее я так себя дальше настраиваю я хочу быстрее дом я хочу быстрее вот иметь в эту стабильность такую безопасность базовую а если вот это у меня будет тогда я вообще очень быстро добьюсь всего остального что я хочу вот хочу я еще много чего вот посмотрим потом напишу или расскажу что как у меня там дальше происходит пишите комментарии поддержите меня люди спасибо вам всем кто смотрит меня пока